здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео я хочу поведать внеочередное свидетельство поступенчатого захвата армянством российских телеканалов и российских сми а также я хочу озвучить на мой взгляд главную причину почему армянство столь поступенчато захватывает российские сми и российские телеканалы кто возможно стоит за данными деяниями да за данными деяниями на мой взгляд стоит не само армянство они что другое но впрочем давайте приступим непосредственно тому факту о котором я хочу вам поведать для того чтобы непосредственно озвучить внеочередной факт постепенного последовательного как я уже говорил захвата армянством российских телеканалов я должен ознакомить вас с внеочередной статьей ссылкой на которую со мной поделился один из моих подписчиков данная статья вышла на российском информационном сайте градатар ру видимо пока все еще не захваченным представителями армянство а чем же здесь пишется здесь пишется о внеочередном факте как я и говорил свидетельствующим о последовательном об этом я уже тоже заявлял захвате российских телеканалов и российских сми представителями армянства в данном случае представитель армянство скупил такого можно сказать некогда мега гиганта как rtvi что можно сказать оба rtvi для начала rtvi это не что иное как некогда известный всему по советскому союзу нтв international который принадлежал владимиру гусинскому не будем сейчас рассказывать как и по какой причине данный канал был практически одно время даже на грани уничтожения речь не об этом речь о том что за личность скупила данный один из мега гигантов российского телевидения ну что ж приступим приступим к рассказу о данной личности микаэл израильян родился в ереване где в свой где по молодости открыл небольшой кафе видимо дела не совсем пошли в гору или наоборот как раз таки ему подфартило он переезжает соединенные штаты америки где становится генеральным директором мус лайфстайл гроб уже интересно не так ли но тем не менее речь не об этом речь абсолютно вот не об этом ресторатор хозяин нескольких ресторанов и вдруг покупка одного из российских скажем так телевизионных некогда гигантов не смущает на мой взгляд армянство уже переходит в отношении россии все границы дозволенного давайте я перечислю какие крупнейшие телецентры телевизионные каналы уже захвачены ну что ж а также информационные мега гиганты прежде всего конечно же в связи с этим мы должны вспомнить маргариту симонян директора хозяина рт который подогнулась под себя уже спутник риа новости и на сми prime и множество других более мелких компаний связанных с российскими сми и с российским телевидением во вторую очередь любой из тем более людей которые любят заходить в интернет вспомнят тиграна худовердяна хозяина и главу и компании яндекс говоря об этих двух представителях армянства которые уже подогнули под себя немало российских компаний связанных с телевидением и сми стоит также упомянуть что такой телеканал как тнт уже тоже прочно записан за представителями армянства и одна из последних компаний которые все еще еще не принадлежала армянам из крупнейших компаний это была куплена интересно прежде всего я повторюсь кем была куплена ресторатора человеком в далеким от понятия телевидения телевещание и вдруг покупка интересно но продолжая размышлять я задал себе главный вопрос и крайне важный вопрос почему представители армянства столь методично скупают и подгибают под себя российские телеканалы и российские сми точнее сказать они их уже впрочем подогнули с чем это связано вспоминая слова ленина что первое что нужно брать в момент революции это телеграф на мой взгляд армянство именно и готовится к некой подобию подобию революции а точнее сказать захвату захвату россии навряд ли всей россии нет им нужен юг многие из моих зрителей помнят высказывание платошкина о том что на юге россии еще до русских якобы жили армяне не является ли вот этот постепенный захват российских сми и высказывание платошкина двум половинкам одного целого мечтой армян иметь собственное море а точнее сказать распространить свое влияние от моря до моря не является ли вот этот захват российских телеканалов способом со временем подготовить народ российский народ к той мысли что юг россии не принадлежит россии крайне интересная мысль не так ли потому что я опять говорю я не верю чтобы столь планомерный столь долговременный план по захвату российского телевидения и российских сми имел целью только каким-то образом заставить россию признать так называемый в кавычках независимый карабах слишком мелко слишком мелко согласитесь также я не думаю чтобы данный захват служил только лишь тому предлогу чтобы не давать россии каким-то образом сблизиться с турцией не думаю а вот разрушение и россии вполне возможно тем более нужно учитывать тот факт что за многими из представителями данных данного армянства стоят представители запада давайте вспомним где училась маргарита симонян соединенных штатах америки на кого нацелена вещание rti на соединенные штаты америки и на запад кто был главным кто являлись кем кто были кем являются главные педагоги маргариты симонян которые подготавливали ее к занятию данной должности западники представители скажем так прозападного мировоззрения я не буду сейчас перечислять всех тех кто готовил ее к занятию данной должности не хочу их много и каждый из них я опять повторяюсь был западником то есть представителем запада в россии в отношении тиграна худовердяна я думаю что тоже не секрет что скорее всего за данной личностью стоит некие прозападные силы потому что армянство никогда не отрывается от диаспор не так ли и внеочередной прозападный армянин живший на протяжении долгих лет соединенных штатах америки становится главой одно одного из российских телеканалов не смущает я подведу итог своих размышлений на мой взгляд за всеми этими фигурами и за их планами стоит запад а точнее сказать западные спецслужбы не буду уточнять стоит ли это именно цру или возможно ми-5 или прочие скажем так западные спецслужбы но тень спецслужб в данной явно простроенном плане продуманном плане прям на мой взгляд чувствуется план захвата словно бы действительно кем был в кем-то был выверен до миллиметра а главная идея я да под данных западных спецслужб это прежде всего с одной стороны одурманивание русского народа это видно по тем многочисленным глупейшим мыльным операм которые сейчас вещаются на российских телеканалах и глупейших телепередачах которые не поднимаются выше слов которые пишутся на заборе ну что можно сказать о третьей причине это то я подчеркиваю подготовка постепенная подготовка россиян к потере земель внушение им что допустим на территории юга россии как я говорил да еще до русских проживали армяне допустим на севере китайцы и японцы и так далее то есть тихой сапой уничтожить россию разрезать ее на части возможно я и не прав но как я люблю говорить как я люблю заявлять говорить попробуйте опровергнуть факты на мой взгляд на лицо и они уже не требуют никаких доказательств не так ли на этом все дорогие друзья не буду отвлекать столь дорогостоящего вашего времени очень хотелось бы напоследок пожелать русскому народу да наконец-то проснуться и не дать неким силам служащим можно сказать лакеями запада разрушить российскую государственность российское государство опомнитесь россияне на этом уже точно все всем удачи всем успехов всегда ваш сейдов камеран до свидания до свидания